Привет, народ! Мне прислали ключик закрытой бета-версии гоночной игры The Crew от Ubisoft. Сегодня 24 июля, бета-версия должна закончиться либо завтра, либо 27 числа, поэтому как-то непонятно, зачем мне дали вообще ключик, чтобы я один день только поиграл или сколько. В общем, в любом случае я явно не наиграюсь, но сейчас хочу хотя бы попробовать сыграть в эту The Crew, она многими ожидаема, и поэтому мне тоже интересно посмотреть на эту игру. И поэтому давайте просто начинать, хотя тут написано continue, я еще ничего не начинал, это мой самый первый запуск, и я еще вообще ничего не видел. Поставил все на максимум, настройки управления сделал, звук, и надеюсь, все будет нормально работать. Хотя это, конечно, бета-версия, и можно ожидать, что все будет очень глючить, что-то будет не работать и так далее. Ну что ж, меня тут приветствуют бета-версии, тут говорят, что в этой бета-версии вообще доступно, но я думаю, я надеюсь, мне удастся справиться и без чтения всех вот этих записей, и мы просто начнем и сразу стартанем, и все будет круто. И игра окажется крутой. Итак, похоже, загрузка уже заканчивается, меня куда-то телепортирует, сейчас начнется игра. Не знаю, насколько здесь вообще сетевые возможности будут реализованы, это все же бета-версия, но если вы не знаете, то The Crew это игра, которую можно назвать чуть ли не ММО-гоночной игрой, где мы вместе с другими игроками онлайн путешествуем по почти настоящей Америке, естественно, немного уменьшенной в размерах, но в то же время все равно настоящей. Но судя по этому интро-ролику, здесь есть какой-то сюжет или что-то в этом роде. Или это просто интро-заставка, и я уже управляю, да? Я был к этому не готов, но, видимо, мне придется управлять. Хорошо, поехали. Так, что мне нужно делать? Столько всего, столько всего, сразу не понимаю. Игра вроде как не очень тормозит, хорошо хотя бы это. Я что-то лечу куда-то, куда-то лечу, мне нужно... Ну, короче, я вижу надпись чека, я просто туда еду, это все, что мне нужно знать. Как-то меня сразу в вагониску скинули, я не был к такому готов, я надеялся, тут спокойно, сейчас обучение пойдет, а тут какие-то сразу в вагоне за мной полицейские едут. Поезда вон там катаются, я чуть в него не врезался, но слушай, это какой-то прям драйв, адреналин раш, что такое происходит? Я еле управляю. Так, я заехал, мне показалось, я промазал и вообще сфейлил, нет? Я не вижу, где полицейские, вон они тут, зачем я еду к ним? Что-то я врезался в них, сразу так, первые впечатления от физики, самые-самые первые впечатления от физики, какая-то она тут не очень. Не знаю, какая там физика Watch Dogs, на самом деле, потому что Watch Dogs я до сих пор не сыграл, но я слышал, что многие уже жаловались, что вот в этой The Crew бета-версии физика машин такая же печальна, как в Watch Dogs. Ну, мне пока, скажем так, не очень нравится, но и сказать, что прямо-таки говно-говно, сказать я не могу. Зато тут смотрите, какие есть трюки. Ну, выглядит все это не реалистично, конечно. The Crew это не автосимулятор, в котором вам нужно будет реалистично ездить. Сами посмотрите, что происходит. Мы едем вообще не по дорогам, а просто напрямик, срубая все подряд, и это называется свободный мир в гоночных играх. Теперь он такой вот, как в The Crew, и я докуда доехал, и, похоже, что-то выиграл, стал чемпионом. А, я просто сбежал от полиции. А каким образом я, доехав до сюда, сбежал от полиции? Вот что мне интересно. Мне что-то дали за то, что я сбежал от полиции. Так, отлично, тут у меня куча наград дают мне. Игра полностью пока что, естественно, на английском языке. Другие языки для бета-версии вводить не стали. Поэтому ничего я понимать не буду, и буду просто тыкать себе, куда глаза у меня упадут, на что взор будет кинут. Туда я и буду кликать. Ну, тут мне сказали, что я молодец вообще, да? Я так понял. За минуту я тут справился. Куча баблосов, очков каких-то получил. Непонятно, на что эти очки пока тратятся. Есть прокачка. Можно для второго левела прокачаться. Но мне ещё это не светит пока что. Потому что пока что я лох и лошара. И вообще, куда я ехал и почему. Что-то зря я пропустил похожий интро-ролик. Но я не думаю, что там так много чего было рассказано. Давайте смотреть, что сейчас он там. Так, меня звать Алекс вообще. Мне сказали, что гонка для меня какая-то готова. И мне сейчас надо туда приехать и поучаствовать в этой гонке. Хорошо. Ну так, значит мы едем к гонке, да? Хорошо, подожди. Всё, тут похоже сейчас спокойно. Так, что-то слишком много информации на меня выкидывают. Так, радар на миникарте. Хорошо. Направление, куда мне нужно двигаться. Отлично. У нас тут и GPS, и не GPS. И вообще, что-то происходит интересное. Хорошо. Ну что, куда мне ехать? Так, вот. Так, давайте разбираться в интерфейсе. Потому что это, как всегда, самое сложное в играх. Давайте заедем куда-нибудь здесь, чтобы не мешать другие машины. Вот сюда, да? Заедем. И всё. И здесь давайте смотреть, что здесь происходит вообще. Итак, в нижнем правом углу у нас миникарта. Так, я начинаю соображать. Хорошо. В нижнем правом углу миникарты. Там что-то мигает. Это отметка куда-то меня направляет, похоже, да? Чем сильнее он мигает, тем ближе я к своей цели, наверное, приближаюсь. Да подожди, Харри, ты... Вот негры, а противные. Я хочу разобраться, в чём тут дело. А он мне такой, быстрее давай, быстрее спеши. Слушай, кто-то проехал прямо рядом со мной. Вон какие-то чуваки. Это реальные чуваки. Это же, говорю, мамо игра. Здесь уже все вместе с друг другом ездят. Напоминает мне сразу тест-драйв Unlimited. Но пока они, наверное, уже крутые ребята. Я не очень крутой, поэтому знакомиться с ними не будем. Так, мне... Вот, у меня сейчас включился GPS. Наконец-то мне сказали, что 526 метров до моей цели ехать. Отлично. Можно нажать пробел, и я вернусь к трассе, да? Да, вернусь на трассу, точнее, на дорогу, если я куда-то... Ну, игра думает, что я уже заблудился и всё такое, но это не так. Я просто решил на обочину встать. Так, в нижнем левом углу... Ой, точнее, слева показывается какой-то индикатор здоровья или целостности машины, да? И мой уровень. Мой уровень первый. Мой никакая, чёрточка, 0077. Так, ну, а в нижнем левом углу, ясно дело, спидометр. Тут что можно посмотреть? Так, ну, вроде как спидометр, как спидометр. Есть Nitro, да? Вот Nitro самая правая панелька, прям Need for Speed какой-то и всё такое. Едут две одинаковые машины слева от меня. Ну, хорошо, но я думаю, к этому продираться в бета-версии мы точно не будем, потому что там машины одинаковые или ещё что-то. Вокруг действительно ездят люди, можно действительно говорить, что это сетевая игра, а не чисто одиночная. Непонятно, как могу я с ними пока что взаимодействовать. Думаю, что не особо как, потому что они, наверное, там своими делами занимаются, а у меня своя какая-то задача, и я, наверное, ещё обучение вообще прохожу. Поэтому давайте двигаться к цели. Можно ли корову... Можно ли корову задавить? Вот что меня интересует! Всё, давайте давить коров. Какой ронг вей? Я корову хочу задавить. Игра мне говорит, нельзя так делать, нельзя. А я же знаю, что коров можно давить в некоторых играх, где они есть. А здесь можно давить коров или нет? По-моему, они тут... Сука, нельзя задавить коров! Смотрите, я пытаюсь их задавить, а они не давятся. Вон тут чувак какой-то, он тоже, наверное, хочет задавить коров. Я даже не знаю, что он сделать хочет. Ну-ну-ну-ну, коровку, ну хоть одна задавись! Нет, это вообще, похоже, не предусмотрено игрой. Они просто телепортируются, когда я на них пытаюсь наехать. Вот деревья можно сбивать, да? Или нет? Через них я тоже пока что просто так проезжаю. Ну, давайте оценим графическую составляющую игры. Понятное дело, это у нас не Watch Dogs даже. Это, ну, не знаю. Ну, графика такая неплохая, вроде как. И травка, всё выглядит симпатично, но... Конечно, это не Next Gen или что-то там такого в этом роде. Ну, ладно, мы будем двигаться к нашей цели. Там какая-то цель есть, и я до неё брался, доехал. Мы приехали к радару, что бы это ни значило. Тут нас, видимо, будет ждать какая-то гонка. Скорее всего, синглплеерная. Одиночная. Мы сообщаем Харри, что мы тут приехали. Чё? Больше компьютерной херни. Хорошо, нам надо сейчас опять куда-то ехать будет. Чё-то мы из одной точки в другую едем. Когда гонки-то уже будут, то полицию угоняем, то к радару ехаем. Едем, теперь к какой-то ферме надо двигаться. Ну, ладно, давайте поедем. В чём проблема? Вау, 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 карта какая-то открылась. Ага. Ага. О боже, да тут много чего похоже. Слушайте, мне кажется, у этой игры очень огромный мир. Ну, я так-то догадывался, учитывая, что в игре вся Америка как бы задействована, но всё равно это удивительно. Это чё, мы сейчас уже... Это карта такая у нас? Так, тихо, дайте сейчас мне шокироваться от этих масштабов, потому что... Ого-го-го-го-го-го-го! Я не знаю, как доступен ли вся карта в бета-версии. Скорее всего, нет, естественно. Посмотрите на эти масштабы. Потому что сейчас я вот так вот плавно масштабирую. Масштабирую. И всё ещё масштабы впечатляющие. Мы сейчас находимся где-то на Мид-Вест. Значит, рядом с Детройтом и другими городами. Чикаго там и всё такое. Так, хорошо, ладно. Вот и тут уже более-менее масштабы я эти ощущаю. То есть они уже мне... Я их могу осознать эти масштабы. А вот если вот так сделать, то это действительно неосезаемо. Но на самом деле, ладно. Наверное, я немножко сначала перевпечатлился. Карта не настолько прям шокирующая, что прям... О, боже, мне кажется, фуэлл даже игра такая гоночная была. Кто знает. Там даже, мне кажется, карта была больше. Но там она была абсолютно пустая. Здесь всё же у нас и города, и не города. И, короче, полное разнообразие будет. Поэтому здесь это интереснее уже. Итак, мне нужно двигаться к этой цели, да? Здесь что-то мне подарит, какой-то гифт. Хорошо, ладно. Значит, setway point. Ну, так, отлично. Значит, я поставил туда GPS, чтобы смог туда подъехать. Но я и без этого бы туда доехал. Потому что надо просто ехать прямо, и всё. Ничего сложного. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас ещё тут на этой карте. Можно нажимать. Тут куча кнопочек, и я сразу теряюсь. Видя, сколько кнопочек. Faction missions, story missions, skills. Ну, это всё пока недоступно, да? Хорошо. Default tags. Ну, что-то вот мы сейчас наблюдаем эти default tags. Ну, судя по всему, больше это делать пока что тут нечего на этой мини-карте. Показывается текущее время, текущая моя локация. В остальном, действительно, мы просто сейчас туда поедем, и всё, наверное, да? Да, setway point я уже сделал. И могу ли я просто эту карту выключить, вот так вот сделать максимальный масштаб? Нет, не могу, да? Ну, хорошо. А здесь ещё? Remove waypoint, fast travel. О, можно fast travelить, но я не люблю в игры вообще fast travel. Нигде я не fast travel, где можно самому лично добраться. Стараюсь без fast travel всегда обходиться. Поэтому и здесь сейчас это делать не буду. И просто давайте уже выйдем с этого режима супер-мини-карты. Точнее, не мини-карты, а большой карты. И... Харри опять мне что-то там говорит. Типа, поехали туда быстрее, иначе ты облажаешься. И всё такое. Да, ну, я понял, как уже пользуются картой, всё хорошо. Это спасибо. Игра меня обучила чему-то. И теперь мне нужно туда ехать, да, действительно, на эту ферму. Вот там бар. Тут куча машин ездит, но это боты как раз. Как вы можете видеть, живые игроки отображаются как иконки с никами. И сколько до них метров. Он кто-то сейчас проезжает на крутой тачке, а я тут, блин, на лошарской колхозной тачке езжу, естественно. Они смотрят на меня, тыкают пальцем, говорят, ха-ха, нубчик! И всё такое, что-то в этом роде, наверное. Ну, а мы двинемся туда, чтобы, наверное, заполучить более крутую тачку. Там написано, что там какой-то гифт меня ждёт. Может, этот гифт как раз машина будет. И я начну ездить как чёткий пацан на классной машине, на классной тачиле. Посмотрим, что нас тут ожидает. Харри, может, мне что подарит. А то тут негр что-то меня ругает, ругает просто подарков от него, пока я не дождался. А вот это и есть Харри, а где он сам, его там нету. А, это машина, которую мне подарит, да? Слушай, а у меня даже есть моделька, это почему я... А почему я не выбирал свою модельку? Это как-то не по-мм мощному. Так, ну на этой машине мы точно сейчас будем участвовать в гонке. И мы куда-то двигаемся в другую уже точку, где всё-таки, скорее всего, судя по всему, гонка и начнёт в конце-то концов. А то просто замучаешься уже. Я всё жду, когда же гонка начнётся, когда гонка начнётся, а пока никак не пахнет гонками. Чё, я... Мне надо ехать в Детройт, говорит этот мне Харри. Хорошо. Брат тут у меня ещё какой-то есть, и он меня хочет увидеть. Да, и я не могу забыть, что у меня есть брат. Я бы хотел забыть, что у меня есть брат, но нельзя этого забывать, поэтому надо ещё про брата помнить всегда. Не понимаю, это сюжетная игра или ММО? Ну, ладно, в любой ММО игре всегда есть элемент сюжета, и здесь они тоже присутствуют, особенно в начале. Это логично. С другой стороны, я думал, что в бета-версии этого не будет. Всё же в бета-версии, это я думал, тут просто обкат возможностей, а не обкат сюжетки. Ну ладно, значит, мне надо куда ехать. Детройт, да, мне сказали? Вон там что-то отмечено даже. Ой, ну боже мой, мини-радар какой-то бешеный абсолютно. Слишком мощный зум. Один раз крутишь колёсиком, и сразу у тебя всё зумируется. Слишком мощно. Хотелось бы более плавный зум. Так, ну мне сюда надо ехать, да, здесь я что-то буду участвовать в какой-то гонке, похоже. Давайте, как это сделать? Set waypoint, всё, давай. Ну, судя по всему, тут всего один сервер, как вы понимаете. И поэтому так часто я могу сейчас встретить игроков вокруг меня. Действительно круто. Ну то есть какое-то ощущение живости, что ты не один в этом мире есть пока что, но пока я никак не взаимодействовал с этими игроками, даже не пытался в них врезаться. Мне интересно, как тут работает система разрушений, потому что вроде как есть что-то напоминающее полоску жизни. Хотя полоска жизни, то что показывается, это уже как минимум значит, что... Ну как минимум значит то, что довольно-таки аркадно здесь всё с разрушениями машины и так далее, с повреждениями машин, точнее. Ну и вот эта полоска, конечно, тут не ошибёшься, куда ехать. И, конечно, на вот этом додже-то у меня уже управление совсем другое. И мне больше начинает нравиться ездить здесь на этих моих... на машинках в этой игре. Потому что здесь она уже, как видите, интереснее управляется, но тоже довольно-таки аркадная и ничего особенного такого прям впечатляющего. Вот тут куда-то едут на шоссе люди. Не знаю, куда они едут. Видимо, у них какая-то цель. Один из них, вон, тоже новичок. Вот этот Тайлер по-любому точно так, как и я, недавно зашёл в игру. И тоже на такой же машине, как и я, поэтому мы сейчас вместе с ним едем. И тут действительно уже мы как бы в гонках участвуем или что-то в этом роде, не знаю. Мы просто показываем мускулы друг другу и всё такое. Так, а мне направо доехать? О, боже мой! Ну так, я, похоже, разобрался с местными повреждениями. Ну, машина вроде как повредилась немножко у меня. Вон там Дэниел какой-то едет. Слушайте, я попытаюсь в Дэниела врезаться. Дэниел, ты как у тебя дела? Извини, что я тебе мешаю, но мне нужно просто протестить игру. Я всем тут сейчас... Они мне скажут, вот ты, нуб, сука, мешаешь всем. А я просто хочу попробовать узнать, как здесь вообще управляется всё это. Ну, они, похоже, не особо злятся по этому поводу и вообще просто едут сзади меня. Они что такие медленные? У меня, я думал, самая лошарская машина, а они даже меня обогнать не могут. Вон я им всем мешаю, а они такие думают, ой, дурак, как же нам с ним разобраться. А никак, вы со мной не разберётесь. В этой игре нельзя убивать друг друга, я так думаю. Ну, раз уж здесь даже телят нельзя убивать, что уж говорить про убийство людей. Ну, сзади меня реально дохера народу, почему они все сзади меня едут, я не знаю. Ну, а мы едем в Детройт. Здесь уже, как бы, видите, городские пейзажи начинаются. И у меня пока что FPS не падает. Я всё жду, когда он упадёт, потому что это бета-версия, во-первых. Оптимизация должна хромать. Во-вторых, ну, чёрт побери, это всё-таки игра Ubisoft 2014 года. Здесь по-любому должны быть тормоза. Вспоминаем хотя бы Watch Dogs. Но, как говорится, Watch Dogs и графика другая. А здесь у нас немножко всё-таки более такая графика. Ну, можно сказать, немножко устаревшая уже даже. Так, ну тут совсем ничего-то показывают легко. Типа, я должен попасть в эти, заехать в эти стрелки, что мне за это дают очки. Хорошо. А, на время это происходит. Слушай, надо поспешить. Боже мой, какая-то машина. Не, ну, столкновения здесь не крутые. Удовольствия от них никакого я не получаю. Так, а я лошарю вообще. Ну и чё, я нормально, что ли, выступил? Как? Чётко, нет? 700 очков получил. Хорошо, и чё? И чё, я прокачался или нет? Вообще не прокачался. Ну ладно, здесь чё-то какие-то испытания по ходу дела были сейчас. И я должен был здесь. Это уже, это была не гонка, к которой мы ехали. Это были такие испытания, которые просто были разбросаны по трассе. Они, видимо, тут везде разбросаны. Дофига всего контента. Это ж чёртовская юбисофтовская игра. И даже в бета-версии, в ней контента не меньше, чем в любом из Ассинов Кридов. А вы знаете, сколько контента в любом из Ассинов Кридов. Там, как выходишь на карту, и сразу можно смотреть кучу иконок, куда иди, чё делай, чё хочешь. И здесь тоже, похоже, то же самое будет. Но, кроме того, это ещё и ММО игра, поэтому здесь логично, что столько контента должно быть. Но мы всё ещё едем к трассе. Где у меня сколько до неё ехать-то осталось? Вон тут какой-то чувак крутой, я его обогнал, просто порвал. Да я еду, этот Харри меня всё спешит. Он же Харри, поэтому он и просит, чтобы я поспешил. Так, я сейчас врежусь. Нет, не врезался. Вау, смотрите, какая физика. Столкновение мне не нравится, но, в принципе, управление машиной, ну, такое неплохое. Ну, довольно спорно всё, на самом деле. Окончательный вердикт пока сказать не могу. О, но столкновения, смотрите, как они выглядят, как ужасно они выглядят. Что это такое? Что это такое? Это даже не знаю, это даже хуже, чем GTA San Andreas. GTA San Andreas тем временем вышел в 2005 году. Столько, сколько лет это прошло? Уже так нельзя делать вот эти столкновения, но я думаю, что это всё же только из-за того, что пока что это бета-версия. Ну, можно вот так вот разворачивать машину, но это всё очень аркадно. Смотрите, я врезался в зад, и чё? И чё происходит? Ну, и у меня где вот эта полоска жизни, она как-то никак не заканчивается. Я вон там чуть-чуть повредился. На самом деле, конечно, это всё очень аркадно. Ну, а что вы хотели от такой игры, с другой стороны? От Ubisoft-овской игры? Так, ну, вот сейчас я врезался, конечно, знатно. Но, опять же, ну, машина у меня никак не изменяется, её внешний вид от таких повреждений. Всё, всё как было. Минут пять назад так и осталось, по сути. Ну, а мы уже в Детройте, я так понимаю, вижу, да? Городские, городские пейзажи. FPS держится стабильно 30, ну, хотя бы спасибо на этом. Действительно, неплохо. Ну, я, может, сглаживание, конечно, поставил не максимальное, но, естественно, сглаживание с моим компьютером, я должен заметить, что у меня компьютер не самый сильный, сглаживание ставить максимальное с ним не стоит. Ну, я тут проехал уже гонку, надо начинать гонку. Я хочу поучаствовать, наконец-то, в гонке, кого-то выиграть, посмотрим, как получится у меня или нет. Но мне нравится интерактивный, смотрите, поезда ездят, всё такое. Действительно, людей, кстати, не видел пока, что людей нету, да? Обычных пешеходов, я имею в виду. Их пока что нету, но, учитывая, что их сбивать нельзя, логично, что их и нету, поэтому. Да, ну ладно. Ну, ещё, начинаем гонку, да? Судя по всему, я смогу в ней поучаствовать. Здесь можно есть опция скооперироваться, то есть и пройти эту гонку в кооперативе с другими игроками онлайн, но эта опция мне сейчас недоступна, и я могу только соло её сыграть, видимо, против ботов. Ну, давайте так и делать. Смотреть. Посмотрим, заодно оценим искусственный телег, потому что полицейские гнающие, которые гнались за мной, ну, по ним было сложно оценить искусственный телег. Вот тут какой-то, опять, катсцена какая-то прям интересная. Ночь наступила. А ночь наступила, я так понимаю, только у меня, и как только эта гонка закончится, опять всё исчезнет. Ну, сейчас будет очередная порция сюжета, да? Не нужного, не знаю, зачем здесь сюжет, на самом деле. Ну, то есть, конечно, сюжет я люблю в любой игре, и в гоночной в том числе, но не в бета же версии The Crew, которая игры, ММО игры, которая всего бета-версия доступна на несколько дней. Зачем здесь сюжет? Ну, я не знаю. Ну, ладно, раз уж есть, так давайте смотреть, что тут вообще происходит. Может, мы увидим у нашего брата. Что-нибудь, действительно, может, сюжет-то здесь и неплохой. Ну, скорее всего, довольно банально. А, нет, сюжет никого не было, это была просто длинная кат-сценка перед началом гонки, и вот, собственно, начинается сама гонка, и я должен выиграть, наверное, этих пацанов, у них крутые точилы, у меня не очень крутая, но я верю в себя и верю в успех, в меня верит мой брат, верит Харри, и верите вы, надеюсь, зрители, поэтому давайте выигрывать. Ну, что-то это совсем легко, вы смотрите, как я их обгоняю, чё, серьёзно? Так, подожди, подожди, а куда мне ехать-то надо? Тут у нас как, по чекпоинтам или круговая трасса? Ну, вот здесь физика мне уже не очень нравится, вообще непонятно, что происходит. Но давайте ехать вперёд, мне нравится скорость, я могу нитро включить ещё. О, погнали, погнали. Так, тут у нас чекпоинты, да, в нижнем, верхнем левом углу написано, сколько чекпоинтов я проехал, о, меня занесло, 2 из 9 я проехал, и сейчас я пока что не на первом месте, мне это не нравится. Давайте выходить на первое место, я сейчас на втором месте, там вот этот засранец по имени Мэтт меня обогнал. Ручной тормоз пробую, ну что ж, ручной тормоз тут приятный, приятный ручной тормоз. Отстаю я от этого засранца, но легко его обгоняю, потому что, естественно, это практически обучающая миссия. Там сверху едет вертолёт, это значит, что за мной сейчас полиция поедет, или это репортеры? Нет, скорее всего, это полиция, я ожидаю видеть полицейских, и у нас тут будет Need for Speed Underground какой-то, нет? На самом деле, очевидно, что в этой игре прям ностальгические куски и Underground, да и Most Wanted, да и Carbon, и всех других игр серии Need for Speed будут, потому что действия происходят в США, а все, а действия всей серии Need for Speed тоже происходят в США в разных местах, и поэтому мы, естественно, приезжая в разные места этой громадной глобальной карты, будем вспоминать о тех или иных местах из Need for Speed. О, вот это кто это? Кто это там был? Полицейский, нет? Я всё жду за мной, кто-то поэйт, какое-то там, не знаю, противостояние мне устроит, потому что довольно-таки пока легко выигрывается всё, я доезжаю до последнего чекпоинта, и меня ждёт финиш, и я первый, ура, победа! Неожиданно, да, вообще? Ну чё, круто, меня врезались там, но это, конечно, некрасивый финал был, зачем меня врезались, я победитель, ну, видимо, от злобы. А, вон, кстати, я вижу себя за рулём, ну ладно, хоть так, я думал, пустая машина будет без водителя. Но мне интересно, чё здесь, все пока что в виде одной модельки, наверняка в полной версии, когда игра выйдет, уже можно будет и выбирать себе создавать героя, пока что, действительно, наверное, все одинаково выглядят. Хотя я вообще не всматривался, есть ли у других игроков онлайн, есть ли у них там за рулём какие-то люди живые. Так, ну и чё, я прокачался до второго левела? Нет, опять не прокачался, мне опять дали куча опыта и всё такое, сказали, ты молодец, крутой, растёшь, и тебя в будущем ждёт успех. Но пока что ты всё ещё лошара первого уровня, и сейчас опять всё-таки какая-то катсцена, будет ли порция сюжета или нет. Но в катсцене графон-то выглядит круто! Это CG-видео, это реально, это не-не-не-не, это не геймплейное видео, не геймплейные кадры, это CG или, в крайнем случае, крутой рендер. Кто это такой? А чё ты такой бородатый и старый? Это мой брат, да? Слушай, мы не похожи. Куда мы поехали? Чё-то какой-то твой брат, он, похоже, преступник, зря ты с ним вообще связался, зря ты вообще сюда приехал, теперь у тебя проблемы будут. Но сюжет такой, мы куда-то уже заранее ехали от полиции, и то есть у нас уже проблемы, так что не страшно связываться с братом-зэком. И мы сейчас куда-то двигаемся опять. Ну, сюжет прям надавит на меня, и мне надо куда-то ехать. У меня брат там в кабине, потому что сидит. Вон он там, я его вижу даже. Отлично. Ну, прям ГТА какая-то, знаете, да? Чё-то было фан. Вот так, давайте пытаться читать, но я ненавижу одновременно управлять машиной и пытаться читать, поэтому я ещё на английском языке точно ничего не пойму, что там написано. Короче, копы мешают гонке тут устраивать и всё такое. И бизнес вообще не идёт из-за этого. Короче, его брат очень крутой водила, но брат говорит, что это тут вообще сейчас ничего не решает. А куда мы едем? Мы куда-то едем. Написано финиш, то есть это у нас типа тоже гонка, на самом деле просто сюжетная поездка. Ну, тут, короче, серьёзный бизнес вообще идёт. Сириус ли бизнес, и тут я даже не буду суваться в серьёзный бизнес, пусть они там и сами решают, что вообще тут происходит, кто там кому что задолжал, кто крутой, кто задолжал там вообще закону, кто полиция, кого ищет. Я тут, конечно, не понимаю. Давайте пытаться ломать тут всё. Посмотрим на систему разрушений в этой игре, естественно, примитивную. Я, конечно, сейчас буду скорее больше издеваться над игрой, чем серьёзно что-то пытаться делать. Ну, вот я тут во что-то врезаюсь. Пусты все и деревья, я так понимаю. Ой, а тут это столба какой-то. Вот я могу сюда заехать? А здесь я уже не могу сломать, да? Ну, не полная свобода мира. О, не-не-не, этого делать мне не стоило. Да, я решил немножко проверить забагованность бета-версии, а, естественно, она довольно-таки высокая, поэтому... Слушай, а у меня-то время заканчивается, я тут развлекаюсь. Какого чёрта, а? Надо же ехать на финиш. Вот я провалил миссию с братом. Брат сейчас скажет, ну ты лошара. Ну, серьёзно, как я мог завалить миссию с братом? Это была даже не гонка. Миссия он фейл. Реально, аут оф тай. У нас с братом было ограниченное время, там, видимо, у него там... Не знаю, может, мы ехали на его квартиру, а он забыл выключить газ, и сейчас взорвалась его квартира, и поэтому... Всё, фейл, провал. Поэтому давайте сейчас просто ехать туда, и всё. Нам надо ехать на мост, на самом деле, а не в его квартиру. Не знаю, зачем на мост мы поедем, может, там опять гонка всё же будет. Ну, первая гонка была, скажем так, неинтересная. На самом деле, это не было вообще... Ну, что это было? Это была не гонка, а какая-то пародия на гонку, серьёзная. Судя по всему, действительно, если я хочу здесь увидеть хорошие гонки, интересные, то мне нужно столкнуться уже с реальными людьми в этих гонках. Противостоять уже не батам каким-то нелепым, а реальным людям. Но пока я, видимо, ещё до этого не дошёл до этого. Кстати, а пешеходы-то тут есть! Смотрите, пешеходы! Не могу я сейчас их рассматривать, потому что у меня время на исходе, у меня всего минута осталось, я не уверен, что успею туда доехать. Давайте используем нитро, посмотрим, как с ним управляется. Ну, не, управление машины аркадное, но прикольное. Я не скажу, что говняное, но, во всяком случае, на вот этой машине мне нравится управлять ей. Конечно, наверное, чуть-чуть более аркадно, чем хотелось бы, но всё равно, всё равно неплохо. Ругать не буду больше. Управление машин, физика поведения машины и так далее. Мне пока не единственное, что не нравится столкновение и повреждение машин, но это вообще как-то ужасно-ужасно уныло выглядит, ущербно, даже скажем так. Вау, я доехал до этого места, а мне тут сказали, как будто я выиграл чемпионат мира по раллийным гонкам. Ну, прям так выбыл монтаж. Ну, и мы там просто сидим в машине. Я вообще на Уолтеру Уайта похож, вы заметили, да? Ну, и мне дали, кстати, не золотую медаль, а серебряную. Я, видимо, всё же не настолько хорошо проехался. И почти докачался до второго левла. Если бы первое место... Ой, то есть, если бы золотую медаль получил, то, наверное, бы таки докачался бы. Но пока что, ладно. Пока что будем всё ещё на первом левеле. Интересно, что тут вообще даёт прокачка, второй левел. И все мы должны знать, наверное, что тут крутой тюнинг в этой игре. И мне, конечно, хотелось бы заценить и его, в том числе. Опять CG-видео, или не CG, ну ладно. Крутой рендер с моим братом и со мной. Я реально вот смесь какая-то Уолтера Уайта и Гордона Фримена. Half-Life 3, что ли, это? Возможно, возможно. Действительно, Гордон Фримен решил сесть за руль автомобиля. Ему всегда нравилось кататься на багги, теперь он решил покататься по дорогам Америки. На более крутых точилах. Ой, кто-то приехал, у нас тут дуэль намечается, похоже. Ну, это какой-то серьёзный парень, нам надо тут спокойным сейчас быть. Мой браток разберётся с ним. Сейчас он с ним договорится. Там баблосы разделят, или я не знаю, что они там пытаются договориться. Главное, чтобы он его не пристрелил, я боюсь за брата. Он, конечно, зэк ещё тот, но всё же это мой брат. Ну, что-то похоже, там сделка завершилась уже, да? Быстро, нет? А, ну слушай, они, похоже, не договорились. Или договорились. О, я так и знал, я так и знал, вот сучара. Ну всё, блин, козлина. Я ему мстить буду всю оставшуюся игру. Придётся, придётся так делать. А в больницу-то брата не отвезёшь, он потому что это, нас копы преследует, ищет. Ну и вот такой вот мы безвыходная ситуация. Чё будем делать? Чё будем делать? О, кто-то приехал уже, всё, нас тут поймали, офицер полиции. Ну, отлично. Хэнк, Хэнк, Хэнк бежит. Уолтера Уайта ловить, он в первый раз в сериале не смог поймать, а сейчас здесь хочет поймать. Чё, 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 чё? Ну, чё происходит-то? Чё ты делаешь? Брату-то помогите, он ранен. Вы чё, наркомана, нет? Ну, помогите ему, ну чё? Ну, местная полиция вообще какая-то безбашенная. Слушай, они меня пристрелить больше хотят, чем моего брата спасти. Серьёзно, кто так делает? Это какие-то не полицейские, а какие-то наркобароны, 100%. Ну, вот, чё происходит-то? И чё? Всё, подстава, что ли? Всё, меня подставили, брат умер вообще. И так начинается игра за Крю, да? Я так понимаю, это было такое водное, да? В сюжетку. Вот это драма, вот это драма, вы ощутили, да? То есть как-то... О, ни хера себе, пять лет прошло! Слушай, как это так? А чё делали в это время, в эти пять лет, другие игроки, которые, я их там видел? Слушай, вот это перемещение во времени, для ММО игры вообще как-то необыкновенно это всё выглядит. Слушай, мне кажется, вообще стоило тогда вот это начало делать без других игроков, потому что у меня сейчас странное ощущение. Вау! Крутой у меня тут офицер полиции. Неплохой, неплохой. Ой, её звать Зоя, она из Love for Dead по-любому. Немножко пластическую операцию сделала и изменился чуть-чуть. Чё, чё, чё? Но мне надо сдать кого-то, вот этих, да, людей? А, это те, которые меня брали. Ну, я их сдам с радостью? Или в чём проблема? Конечно, я их знаю, эти суки убили моего брата, можно сказать. Угу. Да, другой обвинил меня в убийстве, говорит она. Это правильно, два засранца, их надо найти и убить. Чё ж, я вообще хочу это сделать. Я ж Гордон Фриман. Он грязный этот офицер, ну пусть помоется. А это Денис Джеффертон, и у него кличка Шив. Он лидер какой-то клуба, короче, которые там катаются по этому городу. Короче, я в деле. Ты меня не поняла, что ли? Я помогу ФБР, я буду теперь агентом ФБР, двойной агент, всё такое. Сколько мы таких игр видели? О, мне подарили крутой смартфон. Круто. Ну, учитывая, какая у меня была до этого глобальная карта, у меня и ещё более крутой был смартфон. А чё это, чё это? Чё это? Ну всё, он реально хочет отомстить, а она его поняла. Ну всё, может даже у нас роман будет, отношения какие-то. Вообще, мы в ММО игру играем, или какую? Может, это продолжение Watch Dogs, я не знаю, я в Watch Dogs не играл. Ну отлично, сейчас мстить им будем, вообще жёстко, жёстко будем мстить. А я, когда меня выпустят-то из тюрьмы? Да, я ведь заключённый, чёрт поверь, меня же осудили за убийство. Сейчас будет вообще сцена, как мы будем сбегать из тюрьмы. Если так, то вообще, ого-го. О, отлично, сервис из The Novelable of You Had Lost Your Connection, отлично. Слушай, я уверен, что мой коннекшен, окей, и всё нормально с моим коннекшеном. Судя по всему, бета-версия всё же сказала. Я бета-версия, чё ты хочешь, что тут будут дисконнекты и всё такое. Мы, знаете, познакомились с водной игры хотя бы, узнали, чем тут какой сюжет, зачем он непонятно, но он с другой стороны нужен был. Да, теперь у меня ещё с прокси какая-то ошибка, просто прекрасно, я думаю. Да, ну мне, видимо, всё заново придётся начинать, или я всё же надеюсь, что у меня что-то сохранилось, и мне не придётся проходить эти стартовые миссии заново, потому что они довольно-таки унылые, хотя ролики были неплохие, хотя непонятно, зачем они опять же нужны были. Ну ладно, такой вот у нас вышел первый запуск, это бета-версия, что вы хотите, для бета-версии это вполне нормально. Ну, к игре у меня спорные ощущения, пока что тут у меня интро уже включилось какой-то, который я смотреть не намерен. Ну, я думаю, естественно, я ещё поиграю в бета-версию, ещё запишу видео, но пока что это первые впечатления, они довольно, как я и сказал, спорные, посмотрим, как дальше игра себя покажет. А пока что вот такой вот у нас был первый запуск The Crew, такой спонтанный, хаотичный, в котором я пытался разобраться, что же вообще себя игра представляет, и, по сути, да, тут куча ошибок пока что, надеюсь, с ошибками мне удастся разобраться, и бета-версия ещё доставит мне удовольствие. Ну, а на этом сегодня всё, пока что это для первого видео, я думаю, достаточно, и спасибо всем за просмотр этого видео, если вам, конечно, понравилось видео, ставьте лайки, а я на этом прощаюсь, встретимся в следующих частях, встретимся в других видео, а пока что всем пока.